В больницах сейчас находится и 19 воспитанников Черемховского психоневрологического интерната, где произошла вспышка кишечной инфекции. При этом и самого учреждения на сегодняшний день перевезли в Саянск абсолютно всех детей. Речи о полном закрытии или ликвидации интерната в Черемхове не идет. Учреждение не будет работать по решению суда месяц. За это время там должна быть проведена комплексная санитарная обработка и устранены нарушения. Такие меры потребовались после вспышки кишечной инфекции в интернате. После дезинфекции и взятия необходимых проб будет принято решение, когда соцучреждение в Черемхове возобновит свою работу. Если результат анализов устроит специалистов, интернат сможет принять детей раньше срока, оговоренного в судебном решении. Однако некоторые воспитанники теперь будут жить в других местах уже на постоянной основе. Мы приняли решение, что не будем концентрировать такое большое количество детей в этом учреждении. У нас тяжелые дети, крайне тяжелые дети, которым необходим постоянные медицинские наблюдения, которые должны работать с хорошими медиками, будут находиться здесь, во втором детском доме в городе Иркутске, где они сегодня и находятся. Часть детей будет находиться в Саянске и часть детей будет в Черемхово находиться. То есть мы вот этих 100 детей, плюс все равно новые появляются, уже есть очередность определенная. Мы вот на три учреждения разобьем. Воспитанники, оставшиеся в больницах, сейчас проходят лечение не только от кишечной инфекции, но и по основным заболеваниям. Дети, которых выписывают, или остаются пока в Иркутске в детском доме, или переводятся в Саянский интернат. Напомним, всего с конца июля из-за вспышки кишечной инфекции в больницы поступило 62 воспитанника Черемховского психоневрологического интерната. Четыре девочки скончались. По этим фактам было возбуждено несколько уголовных дел. Некоторые должностные лица находятся сейчас под домашним арестом.